Ну завтра же протянется широкая, многоцветная радуга генеральной репетиции. Чисто теоретически. Чисто теоретически. Генеральная репетиция — это такая репетиция, на которой всё должно быть, как во время спектакля. Декорации, свет, звук, грим, парики, костюмы, в общем, всё. Практически. Практически это такая репетиция, на которой ничего подобного нет и в помиле. Декорации готовы наполовину, ну вторая половина сохнет, и вот-вот будет на месте. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всём театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает каких-то самых главных деталей реквизита. В общем, генеральная репетиция — это генеральный смут. Всех не хватит в последние минуты. Господин режиссёр, замечает автор, «Как вы думаете, может быть, Клара в первом акте?» «Уже некогда переделывать». Мура отзывается режиссёр. «Господин режиссёр, — объявляет Клара, — «Портниха только что мне сказала, что моё платье не готово!» «Господин режиссёр!» — взвизгивает Катюша. «А какие же чулки мне натять к этому костюму?» «Господин режиссёр прибегает в бутафор. У нас в бутафорской нет аквариума». «Господин режиссёр, — говорит театральный мастер, — «мы к завтрению не успеем установить декорации!» «Господин режиссёр, а за эти сапоги мне должен заплатить театр!» «Господин режиссёр, а у нас аквариумы должны быть рынки!» «Господин режиссёр, а можно я не буду падать на пол, когда я падаю в обрак, потому что я испачкаю своё платье?» «Господин режиссёр, вас зовут наверх!» «Господин режиссёр, вас зовут низ!» Господин режиссер, господин режиссер, господин режиссер, хватит, хватит. Режиссер махнул рукой на недоконченные декорации, театральный портной натянул на актера кое-как зашитый пиджак, реквизитор сунул ему в руки троську, он все, все, но это же генеральная репетиция. Давайте, третий звонок, третий звонок можно начинать. Автор в первом ледово ждет, что вот сейчас, сейчас он увидит свое творение на сцене в полной красе, поднимается за нос, главный герой на сцене выпаливает кларом, со мной приключилось нечто необыкновенное. Режиссер, вот вид, нечеловеческим голосом, истерически взрывающимся, что-то опять не так. Конечно, освящение. И сказал Бог, да будет свет, и был свет. Но в священном писании не было сказано, был ли этот свет красным, синим, желтым, и там вообще ничего не говорится о рампе, софитах, контрагум, подсветке задника, тенях, полутенях, и всех других ухищрениях театрального освящения Богу было легче. Он сначала создал свет, а потом уже человек, и этот театр. Главная репетиция проходит под девизом, да будет свет. Только это дело идет не так легко, как при сотворении мира. Господин режиссер, восклицает главный герой на сцене, уже час дня. Мы будем сегодня репетировать или нет? А почему вы не репетируете? Сипит охрипший, откривка режиссер. Клора! Со мной переключилось нечто необыкновенное. Режиссер вскакивает плохо, плохо, плохо. Выключите, уберите наполовину третий софит. Что-то вы стряслось? Еще, еще, уменьшите еще. Ну что вы там копаетесь? Господин режиссер, кричит осветитель. Но ведь третий софит совсем не светит. А что у вас там тогда светит? Это люстра. Вы сами велели ее включить. Не ваше дело, что я велел включить. Уберите люстру и включите третий софит на шесть. Клора со мной переключилось нечто необыкновенное. Что с тобой снеслось? Плохо, плохо, плохо. Дайте люстру желтый свет и выключите рамку.